Происходящее политическое событие действительно содержит много новых элементов для нас. То есть технологии налицо, но есть одна дискуссия, которая все равно всегда присутствует, дискуссия о символике. Бело-красно-белого флага на улицах опять много, и вроде все по нему понятно, но сейчас, как мы видим, оппоненты покопались в архивах, и сейчас чуть ли не главный аргумент... Меня критикуют, что у меня был белый-червоный-белый. Да, что вы в 94-м присягу принимали именно под этим флагом, и вот как вы относитесь к таким заявлениям и к такой позиции? Ну, меня за это не надо критиковать. Умный человек скажет, что президент законопослушный. Тогда был такой флаг, установленный Верховным Советом. Мы не голосовали за эту символику, но большинство было принято под давлением наших националистических тогда депутатов. Кстати, они сейчас рвутся в парламент. Почему пошел накат на депутатов? Почему? Президента попробовали твердовать, на зуб не получилось. Сейчас надо депутатов сломать, парламент. Уже начали там не просто запугивать, а начали на некоторых депутатов накатывать. Мы это не просто видим, мы знаем, кто это делает, и мы с ними разберемся. Президент на то и президент выведен над ветвями власти для того, чтобы не только контролировать, а защитить их. И я смогу защитить парламент так, как они даже не думают. Вот и все. Никакой конспирологии. Иначе я тогда поступить не мог. Я президент, я должен был быть президентом для всех и законопослушным. Поэтому я так и делал. А флаг, вы же видите, Адольф Гитлер, а кругом, портрет его и кругом висят белочервоно-белые стяги. Это наша великая победа, это величайшее достояние, что мы победили в той войне. Нам ли белорусам возвращаться к тому, что было в годы фашизма? Сколько наших людей угробили под этими стягами? Сколько русских, белорусов, евреев, татар, сколько тут погибло? И все под тем флагом. Флаг-то ни в чем не виноват, но его использовали. Поэтому давайте мы подальше будем держаться от этого. У нас есть хорошая символика белорусская, государственная. Ее надо использовать. И все подойдет. Но я занимаюсь.